Всем привет! Прежде чем мы начнем, сначала предложу вам посмотреть детальные обзоры предыдущих пяти сезонов сериала и первой половины шестого сезона, если вы, конечно, еще этого не сделали. Я стараюсь максимально детально рассказывать о событиях, которые произошли в этом сериале, дополняя их личными мыслями и пояснениями. В описании под этим видео есть ссылочки на каждое видео. Также, если у вас есть желание поддержать мою кропотливую работу материально и помочь собрать сумму на детальный обзор седьмого сезона, то в описании под видео и в закрепленном комментарии будет ссылка на мой бусти кошелек. Ну а теперь переходим к детальному обзору событий второй половины шестого сезона. Итак, шестой эпизод. И как для эпизода с названием «Кровь в моей крови», он был на удивление бескровным. Мы начинаем к северу от стены, где Бран и Мира в бегах, после того, как Ходор пожертвовал собой, удерживая дверь от волны зла. И стоит отдать мире должное, ведь она продолжает защищать Брана, рискуя собственной жизнью. Видимо, она действительно поверила слова Трёхглазого Ворона о том, что Бран сыграет важную роль в борьбе против Ходоков. Тем временем, Бран мчится на сванках, попутно смотря видения, которые Трёхглазый Ворон оставил в его ментальном почтовом ящике, пытаясь научить Брана тому, что ему нужно знать, чтобы стать новым Трёхглазым Вороном. То есть, иными словами, Трёхглазый Ворон загрузил все свои воспоминания и видения в голову Брана. Так что он теперь может видеть то, что видел старик даже после его смерти. И то, что мы наблюдаем дальше, немного похоже на один из тех роликов на ютубе с заголовками типа «Все восемь сезонов Игры Престолов за пять минут». Глазами Брана мы видим события, которые когда-то произошли или произойдут. Например, мы видим широко обсуждаемое убийство Джайми Ланнистером Безумного Короля, который заложил тайники с Диким Огнем под всей Королевской Гаванью. А как мы помним, Дикий Огонь это взрывоопасная вещь, которая почти стерла с лица земли, флот станется во втором сезоне. Из третьего сезона мы узнали, что Джайми узнал, что Эрис намеревается сжечь дотла Королевскую Гавань и спас город, убив Безумного Короля. Однако суть в том, что эти тайники с Диким Огнем по-прежнему там, а значит город сидит в прямом смысле на пороховой бочке. Кроме того, Бран видит тень дракона, пролетающего над Королевской Гаванью. Мы пока не знаем, что это будет значить. А также видит, что происходит внутри Башни Радости, о чем мы узнаем в финале этого сезона. И поверьте, это будет очень интересно. В общем, посмотрев прошлое и будущее, Бран прерывается, потому что вихты окружили их со всех сторон, и все указывает на то, что путники обречены. Однако неожиданно появляется фигура в черном капюшоне и с несуществующим с исторической точки зрения оружием, но очень удобным, чтобы крошить скелеты. И у нас в голове сразу же всплывает вопрос, кто ты воин? Джендри, пес или Лютоволк Арии Немерия, стоящий на задних лапах в плаще? На самом деле нет, это Бенджен Старк. Помните, Бенджен Старк это брат Неда Старка, первый разведчик Ночного Дозора и личный герой Джона Сноу. Он пропал за стеной в начале первого сезона и пропустил все самое интересное за последние шесть сезонов. Однако вместе с тем это делает его самым удачливым Старком, несмотря на то, что ходоки ранили его в живот и оставили умирать. А Дети Леса спасли Бенджена, снова ударив его на этот раз в сердце драконьим стеклом, которое по-видимому похоже на укол адреналина при передозировке белыми ходоками. Так что Бенджен как бы мертв, но при этом он выглядит намного лучше, чем нечеловеческие существа, которых мы привыкли видеть в этом сериале. Бенджен как бы в своей категории. Мы узнаем, что он несколько лет работал на трехглазого ворна и Детей Леса, но что конкретно он делал пока неизвестно. Но в итоге разговор Бенджена с Браном сводится к тому, что мальчику нужно направляться в Черный замок и готовиться к нападению Короля Ночи. Следующая наша остановка Рогов Холм, место где живет семья Сэма. Пока Лили наслаждается зеленой местностью, ведь до этого она видела только лишь блеклый пейзаж севера и ужасный вид усадьбы Крастера и Черного замка, Сэм весь в напряге, потому что он понятия не имеет, чего ему ждать от встречи со злобным отцом. Сэм заранее предупреждает Лили, чтобы она ни в коем случае не раскрыла факт того, что она одичала, потому что это усложнит и без того нелегкую встречу с родителями. Так что мы просто будем ждать, когда эта информация всплывет. Итак, встреча с родителями. Мать Мелеса и сестра Сэма Тала очень даже милые. Здравствуй, малыш. Это я, твоя бабушка. Тала спрашивает Лили, какой у нее любимый цвет платья, и та смотрит на нее с изумлением, типа, ты имеешь в виду, что кроме мешка из-под картошки, который я ношу со второго сезона, есть и другие цвета? Ну а далее все собираются на семейный ужин. Брат Сэма Дикон еще один, на удивление, милый член семьи Тарли. А вот папаша, да уж, Рэндил на все сто процентов оправдывает свою репутацию, занимая почетное место в Легионе Ужасных Отцов Игры Престолов. Ему почти ничего не нравится, а меньше всего его первенец Сэм, на которого он набрасывается со всей враждебностью, на которую он способен. И одна из причин его злости в том, что пухлый Сэм по-прежнему тянется к углеводам, а Рэндил, видимо, ярый сторонник палеодиеты. Я думал, в ночном дозоре из тебя сделают мужчину, а ты так остался жирным, неженкой. Однако, чтобы лучше понять поведение Рэндила, нам стоит обратиться к книгам, из которых мы знаем, что Рэндил был уважаемым военачальником. Он победил самого Роберта Баратеона в битве при Эшфорде, и это было единственной военной потерей в карьере будущего короля. Ну то есть перед нами строгий вояка, который надеялся сделать из своего старшего сына нечто похожее на отца. Сэм должен был унаследовать его земли и титул, поэтому, чтобы подготовить его к этому, Рэндил нанял опытных воинов и даже пару квартианских колдунов, приносящих в жертву животных, в попытке пробудить внутри Сэма солдата. Однако, это было бесполезно, потому что любовь Сэма к книгам и тортикам была сильнее любви к оружию. Именно поэтому в Сэме Рэндил увидел потенциальную гибель дома Тарли, и именно поэтому он поставил сыну ультиматум. Либо он отправляется в ночной дозор и отдает место наследника дома своему младшему брату Дикону, или же Сэм трагически погибает во время охоты. Сэм, как мы помним, выбрал второй вариант, а сейчас он вернулся домой. И по мнению Рэндила, возвращение Сэма домой может стать потенциальной гибелью его дома, поэтому он выгоняет сына. Но, к счастью, возле Сэма сидит Лили, который вступается за парня, говоря, что Сэм не простой бухляш. Он герой, убивший белого ходока и несколько раз спасший ей жизнь. Однако, в этот же момент Лили проговаривается, что она одичалая, что, к слову, непонятно, по каким причинам злит Рэндила. Суть в том, что сериал не говорит нам, почему Рэндил так люто ненавидит одичалых. По сути, он никогда не сражался с ними, а владение его семьи находится слишком далеко на юге, так что одичалы просто не могут угрожать ему и его семье. Откуда у него такие геноцидные чувства к людям, с которыми у Рэндила никогда не было причин взаимодействовать, и которые занимаются своими делами к северу от стены, совсем непонятно. И все же, после услышанного, сыграв своим лицом всю гамму эмоций, Рэндил позволяет Лили остаться, но только если она будет работать на кухне. Твой отец в тебе ошибается, Сэм. Он тебя совсем не знает. Сэм немного обдумывает эти слова Лили и посреди ночи забирает ее и сына и отправляется в старомест. Однако перед этим Сэм крадет, ну как крадет, он все равно должен был достаться ему как старшему сыну заветный меч его отца из валерийской стали. Губитель сердец. Это знаете, как украсть у богатого отца спортивную машину, однако непонятно зачем Сэму этот меч в старом месте, пока он обучается на мейстера. И я уже молчу о том, что тащить Лили и ребенка в неопределенное будущее это один из немногих глупых поступков Сэма, так как он все еще не может взять их с собой в цитадель, где запрещено жить женщинам и детям. Однако на этом сюжетная линия Сэма и Лили в этом эпизоде заканчивается, поэтому нам придется подождать и узнать, каков план Сэма, если у него он вообще есть. Затем мы отправляемся в Браус, где Ария смотрит спектакль. Несмотря на то, что ей приходилось видеть, как в рамках постановки убивают ее отца Неда, Ария получает удовольствие наблюдать, как Джоффри умирает снова и снова. Забавно то, что безликие приказали Арии убить актрису, играющую на сцене Серсею, которая находится в ее расстрельном списке. Однако пьеса ставит девочку в положении, когда она вынуждена сочувствовать персонажу, которого она презирает. Но вместе с тем Якин четко сказал ей, что если Ария не выполнит это задание, то все, отчисления из школы. Однако Ария это Ария, и сначала она решает выяснить, кто же заказал убийство Леди Журавль. И очень скоро становится понятно, что это другая молодая актриса, которая завидует таланту Леди Журавль. Однако, как бы то ни было, Ария подсыпает в ром актрисы яд и уже собирается уходить, как Леди Журавль втягивает ее в приятный разговор, после которого Ария понимает, что не может убить эту прекрасную добрую женщину. Поэтому она опрокидывает ее ром и предупреждает, что молодая актриса желает ее смерти. Ну то есть мы понимаем, что отказавшись убить Леди Журавль, Ария по сути отказалась от своей карьеры в роли безликой. Да мы и сами прекрасно понимаем, что девочки не место в этом черно-белом храме, и честно говоря, я очень рад, что мы наконец-то покончили с Безликими и их жутким культом смерти и играми разума. И теперь мы видим, как Ария достает свой спрятанный еще в пятом сезоне меч-иглу и возвращается к своей личности Арии Старк, не догадываясь о том, что Безликий разрешил бродяжке убить девочку. Однако этот момент кажется немного странноватым, поскольку вся религия Безликих основана на самоотречении, принесении в жертву личного эго и личной мести. Однако Яггин, по-видимому, совершенно спокойно относится к желанию кровожадной бродяжки, у которой тоже, по сути, не должно быть ни личности, ни желания убить мягкосердечную Арию. Однако, видимо, скоро мы увидим поединок между этими двумя девушками, что не сулит Арии ничего хорошего, поскольку как боец она хуже бродяжки. Затем мы направляемся в Королевскую Гавань, где его воробейшество наконец-то позволяет Томмену увидеть свою жену Маргари. Девушку привели в порядок после долгого пребывания в тюрьме, и будем надеяться, что Маргари, как Серсеи, не пришлось терпеть купание септы Юнеллы. Похоже, Маргари все-таки сдалась и полностью перешла на путь его воробейшества, и теперь готова пройти искупительную прогулку. Она говорит Томмену, что когда-то лгала, чтобы казаться доброй, но теперь она нашла свою веру. У меня было много времени на раздумье о том, как умело я притворялась хорошей. Однако что-то подсказывает нам, что Маргари не особо искренна, поскольку только в четвертом эпизоде она, похоже, не впечатлилась речами его воробейшества. А тут, в шестом эпизоде, такие вот резкие изменения. Рано или поздно, так или иначе, у богов есть план для всех нас. Но с другой стороны, ранее она увидела страдания своего брата Лореса, так что вполне возможно, что Маргари решила сменить тактику. Подыграть воробьям и встать на их сторону, и таким образом спасти брата. Тем временем, Джейми и Мейс Тирелл готовятся спасти Маргари и остановить ее прогулку искупления. И заметьте, что Маргари не изменили прическу, как это сделали в случае с Серсеей. Видимо, ее грехи не такие уж и страшные. В общем, все указывает на то, что Ланнистеры с армией Тирелов победят воробьев. Но тут и главарь разыгрывает свою козырную карту. Он заявляет, что сегодня не будет никакой искупительной прогулки, что, конечно же, разочаровывает местных метателей какашек, которые часами стояли в очереди, ожидая, когда Маргари наконец-то пройдет мимо них голая и опозоренная. Вместо этого, воробей говорит, что Маргари уже искупила свои грехи, приведя другого в религию воробьев. И этим другим оказывается король Томен, который создал новый союз короны и воинствующей веры. Мы видим королевскую гвардию Томена, которая специально для этого случая создала новые церковно-государственные эмблемы. И теперь войску Тирелова во главе с Джемми нужно отступить. Получается, что его воробейшество победил. И стоит признать, в свою партию он сыграл мастерски. По сути, его воробейшество забрал власть у своих оппонентов, показывая, что король на его стороне. И сделал из этого огромное представление перед всем городом, склоняя простой народ к себе. И при этом стоит сказать, что главной целью Томена с пятого сезона было вернуть свою жену. Мы помним, как он взял с собой небольшое войско, чтобы вернуть Маргарина сильно, но ему не позволили. И можно сказать, что в этот момент Томен испугался. Он понимал, что насилие это единственный выход, но он не хотел доводить до этого. Можно сказать, что Томен является противоположностью всех ланнистеров. Он просто хотел вернуть свою жену без пролития крови. И единственный путь, который он увидел, это присоединиться к вере. А так как Томен просто наивный ребенок, который поверит словам даже худшего в мире мошенника, понятно, почему его воробейшество смог развести пацана. И так позже в трудном зале король увольняет Джемми с поста лорда командующего королевской гвардии, поскольку тот пошел против веры, а значит и короны. А противник короны не может командовать гвардией. Это конечно же стало ударом для Джемми, который буквально с 15 лет служил в гвардии, и она была частью его жизни. Однако теперь мы отчетливо видим, что Томен буквально стал марионеткой его воробейшества, и теперь он хочет, чтобы Джемми помог Фреям вернуть замок в Риверане, который двоюродный дедушка Санс и Черная Рыба захватил. Однако по сути Томен, а значит и его воробейшество, просто хотят убрать Джемми с поля зрения. И позже мы видим Джемми немного пьяным и разъяренным, что бывает крайне редко. Он хочет оторвать голову его воробейшеству, однако Серсея старается в этой ситуации сохранить хладнокровие. Так что в каком-то смысле у Джемми и Серсеи произошла смена ролей. Обычно это Серсея пьет и требует от Джемми яростных и необдуманных шагов, но сейчас все по-другому. Кажется, Серсея извлекла уроки своих ошибок прошлого, и теперь она выглядит более расчетливой женщиной, у которой есть какой-то план. Тем временем мы возвращаемся в Речные Земли, и вместе с тем снова встречаемся с Олдером Фреем, убившим Роба и Кейтлин Старк. Фрей довольно зол из-за того, что Черная Рыба отвоевал у них замок в Ривероне, ведь это был их подарок на красную свадьбу от Айвина Ланнистера. Однако, как выясняется, у Олдера есть небольшой туз в рукаве, который он надеется разыграть против Черной Рыбы. И этот туз Эдмур Тали, племянник Черной Рыбы, которого мы не видели с третьего сезона, с той же Красной Свадьбы. Да, довольно легко забыть, что Красная Свадьба была настоящей свадьбой, а этот бедняга был женихом на этой свадьбе. Однако с тех пор Эдмур находился в плену у Фреев, а сейчас он является потенциальным козырем в игре против Черной Рыбы. Козырем, который возможно поможет Фреям вернуть подаренный им замок. Тем временем, где-то в Эсссе, Даарио объясняет Денерис, что перед ней стоит непростая задача, если она хочет завоевать семь королевств. По словам Даарио, им понадобится минимум тысяча кораблей, которых у них нет, чтобы доставить ее войско в Вестерос. Однако, перед тем, как везти куда-то свое войско, Денни следует убедиться, что недавно приобретенные ею датракийцы пойдут за ней. Поэтому она произносит перед ними пламенную речь, обещая быть очень щедрой с ними, если они окажут ей полную поддержку при завоевании Железного Трона. Следующий эпизод мы начинаем с мужчины и бревна. И нет, это не Ленин и бревно, а утомленный войной пес, который исчез с наших радаров еще в четвертом сезоне, после того, как его отлупа шала Бриена, а теперь он вернулся, чтобы вместе с коммуной хиппи строить крошечную септу посреди красивого зеленого поля. Прораб на этой стройке некий брат Рэй, бывший наемник, которому надоело проливать кровь, и тот человек, который нашел пса почти мертвым, и, по-видимому, вылечил его. Пытаясь вывести пса на серьезный разговор, Рэй угощает его дискуссии о насилии в их мире, и как боги спасли псу жизнь, потому что у них есть на него планы. Боги с тобой не закончили, но я верю, что в мире существуют высшие силы, и эти силы имеют планы на Сандора Кригана. Однако, судя по всему, для пса в эти планы не входит мир и спокойствие, ведь он не живет в мирное время. Он живет в Эстеросе, где люди убивают друг друга из-за еды, одежды и золота. Пес живет в Эстеросе, где люди силой берут то, что хотят, и когда кто-то не сдается, такой человек обычно умирает. Рэй понял это на собственном горьком опыте, даже после того, как пес предупредил его. В какой-то момент из ниоткуда появляется трое всадников и начинает угрожать строителям, если те не дадут им припасов. И хотя Раю удается сдержать их пыл, сказав, что у коммуны ничего нет, когда они уходят, один из них говорит, что ночь темна и полна ужасов. И когда пес услышал эти слова, то он понял, что эти трое являются последователями владыки света, а это означает, что в этих краях они являются членами братства без знамен. Поэтому пес говорит Раю, что они вернутся и заберут все, что найдут здесь. Но, тем не менее, Рай отказывается снова поднять свой меч. Насилие – это болезнь. А болезнь не излечить, если заражать ею других. Однако позже, после того, как эти отморозки убили всех, мужчин, женщин и детей, а самого Рая повесили, пока где-то вдалеке пес отрабатывал свою агрессию на большом дереве, пес понимает, что мирная жизнь не для него, а вот взяться за топор – то, что нужно. Затем мы отправляемся в Королевскую гавань, где Маргарий хвастается своим знанием священных писаний. В общем, делает все, что от нее ожидает воробей. Что мне нравится в характере Маргарии, так это то, что она умеет подстраиваться под любую ситуацию, в которую попадает. И в этом сезоне ее буквально сунули в ужаснейшую ситуацию, из-за которой Маргарий пытается выбраться. А воробей, видимо, не замечает, что Королева набивает ему голову поролоном. И на этой ноте мы, наконец, получаем подтверждение того, что кажущаяся набожность Маргарии является на самом деле игрой. После того, как воробей просит Маргарии побольше заниматься сексом с Томменом, Маргарии отвечает, что у нее просто всегда болит голова, хотя на самом деле это месть за то, что Томмен не мог утереть сопли и спасти свою жену от религиозных фанатиков. Позже Маргарий встречается со своей бабушкой Аленой, чтобы рассказать, на каких условиях воробей отпустит ее брата Лореса. Конечно же, Алена насмехается над этим условием, потому что Лорес последний наследник мужского пола дома Тиролов, и он должен продолжить их род. Поэтому бабуля считает, что ее внучка маленько свихнулась, но это до того момента, пока Маргарий незаметно не подсовывает ей фотку Розы Тиролов. Этакий сигнал, что бабуля, я не свихнулась, мне просто надо играть свою роль. И теперь становится ясно, что Маргарий играет на победу, однако, чтобы победить его воробейшество и его банду фанатиков, ей нужно действовать пока как троянский конь. В общем, получив сообщение от своей внучки, Алена удаляется в свои покои, чтобы начать подготовку к возвращению домой в Хайгарден. Однако ее навещает Серсея, который пытается заручиться ее поддержкой в запланированном нападении, дабы отбить город у армии фанатиков. Но все, что Серсея получает, это несколько прямых фраз, который указывает бывшей королеве на ее огромную ошибку, которую она допустила, когда позволила Вере завести собственную армию. И вы проиграли, Серсея. Это единственная радость для меня во всей этой трагедии. Ну что ж, похоже, Серсея будет сражаться против воробьев одна, потому что у нее больше нет поддержки ни брата, который уехал, ни сына, который объединился с воробьями, ни армии Тиролов. Тем временем Джейми и Брон с восьмитысячной армии добираются до Риверана, где Фрейи осадили замок, прихватив с собой Эдмора Тали, угрожая убить его. Но очевидно, что их тактика не работает, потому что Черная Рыба как кремень. Черная Рыба это человек, чья преданность замку, родному дому глубже чувств. Он скорее увидит, как наследие и честь Тали падут в бою, чем он сдастся врагам. Между тем, в Алантисе Яра на глазах у Теона наслаждается обществом девушек, видимо, пытаясь таким жестоким образом помочь брату выйти из его депрессивного состояния. Яра буквально издевается над отсутствием интереса Теона к секс-рабыням, а мы знаем, что этот интерес пропал не просто так. Но вместе с тем, хотя зрители будут ругать Яру за такое отношение к брату, все же она житель Железных Островов, а не психотерапевт. И она действительно любит своего брата единственным способом, который знают Железнорожденные. И стоит сказать, что это работает, поскольку Теон даже пьет Эль и поднимает голову, встречаясь с сестрой взглядом. Видимо, с этого момента Теон начинает избавляться от вонючки. И теперь брат и сестра планируют заключить сделку с Дайнерис, чтобы вернуть себе Железные Острова. А это значит, что Теон встретится с Варисом и Серым Червем, чтобы образовать группу супергероев Евнухов. По крайней мере, им будет что обсудить. Между тем, Джон и Санс отправляются в Тур, чтобы заручиться поддержкой в своей борьбе против Рамси. Во-первых, они встречаются с Одичалами, которые сейчас находятся в ужасном положении, застряв между северянами, которые хотят их убить, и белыми ходоками, которые тоже хотят их убить. Поэтому Джон утверждает, что лучший вариант для Одичалых, это встать на сторону Старков и отвоевать Север. А когда те не особо спешат с этим решением, Тормунд говорит Одичалам, что они обязаны Джону, потому что он спас их, пропустив через стену. Следующий на очереди Дом Мормонтов, из которого происходят Джиор Мормонт, бывший лорд-командующий ночным дозором, и Джорах Мормонт, хранитель френдзоны Дайнерис. Когда началась Война Пяти Королей, после убийства Неда Старка, Дом Мормонта выступил за Роба Старка, и именно в этой войне Леди Мейдж Мормонт и её дочь погибли. Это сделало десятилетнюю грозную Лиану Мормонт, племянницу Джиора и дочь Мейдж, главой Медвежьих Островов и Дома Мормонтов. И к слову, это та самая девочка, которая указала самому Станису, куда ему следует засунуть своё письмо с просьбой передать Дом Мормонтов в его руки. А причина этого в том, что она готова поддерживать Старков, а не каких-то там Станисов-Баратеонов. Вот почему Станис был готов взамен на помощь в завоевании Железного Трона, сделать Джона Сноу Джоном Старком, потому что он знал, что северные дома последуют лучше за Старком, чем за иностранцем с юга. Однако теперь Лиана больше не заинтересована в том, чтобы жертвовать членами своей семьи или солдатами ради войны, в которой нет лидера с именем Старк. Потому что технически Джон бастард, а Санса по всем правилам Ланнистер или Болтон, в зависимости от того, какой муж ей больше по душе. Однако, к счастью, положение спасает Давос, объясняя Лиане всё так, чтобы Мормонты присоединились к армии Джона против Болтонов, потому что пока не выгонишь Рамси из Винтерфелла, север не объединить, а разобщенный север не устоит против Короля Ночи. А затем и Джон вставляет свои пять копеек. В итоге эта история произвела такое впечатление на Лиану, что та с барского плеча отстегнула Джону аж 62 солдата, всю свою армию. Наш дом небольшой, но гордый. В баде любой житель Медвежьего острова стоит десятерых с материка. Следующая остановка – Дом Гловеров. И если это имя не кажется вам знакомым, не волнуйтесь. Скорее всего, поначалу так и будет. На самом деле, Дом Гловеров – это подданные Старков и повелители Темнолесия. Когда война Пяти Королей только началась, Яра Грейджой захватила флотилию кораблей и завоевала несколько небольших деревень и городков вдоль береговой линии, в том числе и Темнолесия, изгнав из него Гловеров. Ну а тем временем, Галбард Гловер, лордома Гловеров, сражался на стороне Роба Старка, однако был убит на красной свадьбе. Поэтому его брат Робет стал правителем вместо него. Однако на данный момент Робет не заинтересован в том, чтобы помогать еще одному якобы Старку, учитывая печальный опыт Роба Старка на красной свадьбе. Да и более того, не Старки, а именно Болтоны помогли ему отвоевать Темнолесия у Железнорожденных, и поэтому у него нет желания идти против них. Другими словами, он довольно резко отвергает просьбу Джона и санкция помощи. И теперь, если подвести итог, то, во-первых, на стороне Старков ничтожно мало людей против минимум пятитысячной армии Рамси. И во-вторых, не стоит забывать, что зима может истощить армию Джона, как это случилось с армией Станниса. И хотя Джон отчаянно готовить и в бой, пока не поздно со своими двумя тысячами одичалами и горской северян, Санса понимает, что этого недостаточно для победы. Этого мало, нам нужно больше людей. Поэтому Санса удаляется в свои покои, где берет листок и ручку, чтобы написать письмо кому-то, кто может помочь. И в девятом эпизоде вы узнаете, кто этот помощник. И, наконец, в этом эпизоде мы навещаем Арию, которая бронирует билет на корабль обратно в Эстерос, желая навсегда покинуть Бравос. Однако, к ее несчастью, Ария узнает, каково это идти против безликих, когда она натыкается на бродяжку с лицом старухи. Все, что вроде как спасает Арию, это прыжок в воду, но тяжелое ранение показывает нам, что она в серьезной беде. Однако, в мире, где можно воскресить умерших, возможно выжить даже после таких ножевых ранений, и даже после того, как ты с открытыми ранами рухнула в какие-то сточные воды, где очень легко подцепить какую-то инфекцию. Поэтому, переходя к восьмому эпизоду, раненая Ария находит дружелюбную леди Журавль, обладающую навыками великой медсестры. Великой, потому что, перевязав раны, напоив девочку маковым молоком и дав ей немного супа, леди Журавль поставила на ноги безнадежного пациента, безо всяких антибиотиков. Но, к сожалению, безлики не сдаются, только потому что потерпели неудачу в первый раз. Поэтому на следующее утро бродяжка ужасным образом убивает леди Журавль, а затем добавляет, что многоликому богу нужна еще одна жертва, имея в виду Арию. Внезапно начинается погоня, Ария выпрыгает из окна, и на протяжении всей беготни Ария, напомню, с серьезнейшими ранами, при которых даже пукнуть будет адски больно, прыгает словно кенгру по улицам города в сторону каких-то катакомб. Как выясняется, Ария намеренно привела бродяжку именно сюда, в место, где она спрятала свою иглу. А когда Ария выключила свет, мы наконец-то поняли, зачем нужны были те слепые тренировки. Что ж, Ария молодец, приспособилась, чтобы победить врага сильнее, чем она сама. Однако ужасно бесит, что нам не показали их драку. Девочка наконец стала никем. Девочка Ария Старк из Винтерфелла. И я еду домой. И так, после почти двух сезонов, Ария уходит из Черно-Белого дома, так и не научившись менять свое лицо. Спасибо за самую бессмысленную арку. Тем временем, в Королевской Гавани Ланцель со своим бойсбендом пытаются заставить Серсею встретиться с его воробейшеством. Но Серсея не хочет покидать свой безопасный замок, потому что она не дура, и ее волосы только вот начали отрастать. Да и почему бы не воспользоваться возможностью похвастаться своей новой игрушкой. Я выбираю насилие. Странно, что Серсея не дала горе убить больше обалдевших воробьев. Однако, увидев, как гора буквально оторвал голову воробью, радость Серсеи сменилась сильной болью, поскольку ее сын лишил Серсею единственного реального шанса пережить испытания за все ее многочисленные грехи. Что ж, с тех пор, как Серсея закончила свой искупительный путь и познакомилась с зомбированной версией горы, она ждала возможности призвать к суду поединком, прекрасно понимая, что ее защитник просто не может быть побежден. Что она недооценила, так это власть его воробейшества над ее сыном. Он стал буквально марионеткой в его руках. И теперь напрашивается вопрос, кто спасет Серсею теперь, когда у нее нет чемпиона и нет суда поединком. Но похоже, у Серсеи есть еще один план в рукаве, поскольку в конце сцены Квиберн говорит Серсеи, что собрал слухи и нашел что-то секретное. И это что-то секретное мелькало в видениях Брана в шестом эпизоде. Тем временем Бриен и Пудрик прибывают в Риверон, где мы можем видеть воссоединение старых друзей. Однако мы видим, что они общаются довольно формально, поскольку оба находятся на миссии на противоположных сторонах. Бриен и просит Джами попытаться убедить Черную Рыбу помочь Сансе и Джону захватить Винтерфелл, на что Джейми отвечает ей. И все же после мы видим встречу Бриены и Черной Рыбы, который, конечно же, принимает ее теплее, чем Джейми, но результат их общения тот же, что и с Джейми. Его точка зрения упрямо хоть и логично. Санса пытается вернуть свой дом, однако это то же самое, что сейчас пытается сделать Черная Рыба, вернуть свой дом. Но мой дом здесь. Если Джейми Ланнистер положил на него глаз, пусть возьмет его как полагается. А в это же время мы видим, как Джейми начинает разговор со своим измученным заложником Эдмором, который наконец-то получает возможность высказаться в этом сезоне. И теперь Эдмор резко критикует Джейми, спрашивая его, как он спит по ночам, зная, сколько бед он натворил. В ответ же Джейми говорит, что Серсея единственное, что имеет для него значение, поэтому он сделает все возможно, чтобы положить конец осаде и вернуться к своей сестре. А поскольку Эдмор является законным лордом Риверана, технически замок принадлежит ему, а не Черной Рыбе. И Джейми понимает, что заложник, которого Фрейи угрожали убить, на самом деле гораздо полезнее живым. Если он сможет убедить Эдмора приказать стражникам замка открыть ворота, долгой осады можно избежать. Поэтому Джейми предоставляет Эдмору щедрое предложение. Комфортные условия жизни для него, жены и ребенка в утесе Кастерли. И теперь, поверив словам Джейми, Эдмор соглашается, ворота замка открыты, люди сложили оружие, но не Черная Рыба, которая решает остаться и дать последний бессмысленный бой в проигранной войне, а не уйти вместе с Бриенна и помочь своей родственнице. Половите с нами. Я бежал с красной свадьбы, больше не стану. Это дом моей семьи. Я уже много лет не дрался на мечах. Думаю, что выставлю себя на посмешище. В общем, Черная Рыба за кадром погибает, как и бродяжка, что снова меня бесит. И еще мне не понравилось то, как быстро создатели сериала слили его. Я имею в виду, что Черная Рыба – это тот человек, который избежал плена на красной свадьбе, и человек, который сплотил людей и отвоевал с ними Риверан. Поэтому объясните мне, почему эти люди повернулись против него и приняли Эдмара как своего законного лорда, несмотря на то, что они знают, что он находится под пятой Ланнистров. Это очень нелепо. И вдобавок этому, Бриенна давала Черной Рыбе прекрасный шанс сделать что-то хорошее и поддержать оставшуюся семью Старков. Однако старик решил остаться и посмотреть, сможет ли он выдерживать эту осаду несколько лет. В общем, ни с чем Бриенна и Пудрик уплывают, а Джемми просто машет им, оставляя нас с вопросом, пересекутся ли их пути снова. Между тем, пёс находится в сильной ярости, и это плохая новость для тех, кто в прошлом эпизоде вырезал коммуну хиппи во главе с братом Реем. Первую партию пёс располовинил за считанные секунды, что указывает на прекрасную физическую форму парня. Однако интересно, что в книгах судьба пса складывается несколько иначе, поскольку он присоединяется к своего рода монастырю, дабы искупить свои грехи и начать мирную жизнь. Здесь же мы видим явно не мирную жизнь. А вот другая партия бандитов, как выясняется, попала в руки главного зомби Вестероса, Беррика Дандариона, который умирал и оживал не один раз, так что на его фоне Джон Сноу выглядит любителем. Мы не видели этих походных воинов-хиппи с третьего сезона, а сейчас они собираются повесить убийц брата Рея. Кажется, эти солдаты-изгои откололись от основной секты, занялись собственным бизнесом, используя благородное имя Братства без знамён. Однако, когда они убили группу невинных людей, Братству надоело, и теперь вместе с псом их казнят за преступление, а после Братства у костра пытаются завербовать пса в борьбу против ходоков. То, с чем мы боремся, уничтожит всех. Хороших и плохих, молодых и старых. Ты ещё можешь искупить зло, которое натворил. Ещё не поздно. Да, пёс в своё время натворил немало зла, но возможность дать отпор силам тьмы стала бы хорошим искуплением для него. Тем временем, возвращаясь в Мерин, мы узнаём, что жизнь в городе вернулась в нормальное русло, улицы заполнены торговцами, и люди снова сыты и счастливы. Тирион сияет от радости, поскольку его договор с мастерами из Валантиса, Юнка и Астапора сработал блестяще. Сцыны Гарпи исчезли, и Мерин стал городом, живущим в мире. Однако сегодня Тирион прощается со своим другом Варисом, который отправляется на секретную миссию, видимо, для того, чтобы найти союзников для Дайнерис. В десятом эпизоде мы узнаем, куда отправился Варис. А так как Тирион, будем говорить прямо, алкоголик, который не любит пить в одиночестве, поэтому в отсутствие Вариса он спаивает серого черева и Миссандею, попутно пытаясь заставить их рассказывать ему анекдоты. Но, видимо, ни у кого из них нет чувства юмора, которым можно было бы блеснуть. Поэтому Тирион рассказывает шутку, но никто не смеётся, даже те, кто обладает чувством юмора. А вот шутками Сендеи ещё хуже, поэтому, смотря эту сцену, мне было неловко за всех, кто в ней участвует. И я думаю, что никогда в жизни вы не были бы так счастливы услышать вместо анекдотов звуки битвы, сигнализирующие о том, что работорговцы решили разорвать сделку с Тирионом, пользуясь отсутствием Дайнерис. И когда всё выглядит ужасно плохо, внезапно возвращается Деннис лицом, что тут у вас происходит, как будто мамка вернулась с отпуска, когда ваша домашняя вечеринка вышла из-под контроля. Теперь мы переходим к девятому эпизоду, и прежде чем мы обсудим битву бастардов, нужно закончить с Мейерином, куда вернулась Дайнерис, и обнаружила, что господа из вольных городов бомбят её город с моря, пытаясь вернуть рабство. Однако прежде чем Дайнерис успевает сжечь всех и вся дотла, Тирион напоминает своей королеве, что её план очень похож на план её отца, Безумного Короля, когда Королевская Гавань подверглась нападению Узурпатра Роберта Баратеона. Вместо того, чтобы позволить своему народу жить и сдать город, Безумный Король решил уничтожить столицу Диким Огнём. Поэтому Тирион решает предложить альтернативу плану Дайнерис, в очередной раз доказав королеве свою полезность. Снаружи Дайнерис встречается с господами, которые считают, что королева сломлена и готова сдаться, но они не правы. Вы, кажется, не поняли нас. Мы обсуждаем вашу капитуляцию, а не мою. Отвечает Дайнерис, а затем садится на Дрогона, берёт с собой двух других драконов и поджигает атакующий город корабли, словно японцы, напавшие на Пёрл-Харбор, только в фэнтезийном стиле. А теперь только представьте, что могут сделать эти создания с армиями Вестероса. Тем временем, сыны Гарби, как обычно, вырезают местное население, но на этот раз они сталкиваются со ста тысячами датракийцев во главе с Даарио. В общем, получается, что работорговцам пришёл конец, что не стоит идти против Дайнерис. И на этом восстание господ подошло к концу раз и навсегда. Позже прибывает Ион Яра, и, к счастью, их флот не был сажён драконом во время царящего хаоса. Грейджои сразу переходят к делу. У них есть сто кораблей, которые они готовы отдать Дэни, чтобы на них отправиться в Вестерос, если она поможет вернуть Железные острова и поддержит Яру как королеву. Вы привели к нам сто кораблей Железного флота с командами. Видимо, в ответ я должна поддержать ваши претензии на трон Железных островов. Дэни соглашается, но у неё тоже есть своё условие. Когда она завоюет Железный трон, Железнорождённые перестанут грабить и насиловать людей. Ну, то есть перестанут быть собой. И хотя Яра сначала колеблется, всё же она соглашается. Ну, а теперь мы переходим к битве бастардов, то есть к битве Джона Сноу против Рамси, который, к слову, уже вроде как не бастард. Сначала парни просто общаются и взлят друг друга, никак не продвигая сюжет. Рамси начинает сарказничать благодаря Джона за то, что он вернул его жену, то есть Сансу, которая в данный момент выглядит так, будто её вот-вот стошнит от одного лишь присутствия рядом с Рамси. Джон предлагает Рамси решить вопрос без войны, сразившись один на один. Однако Рамси отказывается, поскольку не уверен, сможет ли он победить Джона, который, по-видимому, сейчас является известным фехтовальчиком, несмотря на то, что он сражался только у Стены, и большинство людей, которые видели, как он сражается, мертвы и не в состоянии распространять истории о его доблести. Однако знаете, что самое худшее в этом разговоре? Рамси говорит, что у Джона нет достаточно людей и лошадей, чтобы победить его на открытом поле, и это факт, стопроцентный факт. Поэтому, если честно, непонятно, что Рамси делает на поле боя, если он мог просто сидеть в замке и с оконца наблюдать, как Джон пытается с горсткой людей взять крепость с позорным штурмом. Однако вместо этого Рамси выводит своего ска на поле боя, что приводит к массовым, ненужным и крайне глупым человеческим жертвам. Да, кажется, Санса научилась сарказничать, хотя этот сарказм выглядит, по крайней мере, в глазах Рамси ужасно глупо, учитывая, что у Джона практически нет шансов на победу с его мизерным войском. В ночь перед битвой Давос отправляется на прогулку и случайно находит останки погребального костра Шерен, который он любил словно родную дочь. Там он обнаруживает игрушку оленя, которого он вырезал для девочки и подарил незадолго до ее смерти. Так что теперь Давос знает или, по крайней мере, сильно подозревает, что случилось с дочерью Станиса. А значит, Мелисандре придется принять последствия. Но пока расплату нужно отложить на потом, ведь наступил час битвы. Рамси в своем репертуаре содрал кожу и распял несколько людей просто так для украшения. После он демонстративно показывает противнику свой козырь, Рикона Старка, которому говорит, что хочет сыграть с ним в игру. Рамси просит парня бежать как можно быстрее к своему брату. А так как оставаться садистом вообще не вариант, Рикон повинуется и бежит, после чего следует напряженный и красиво снятый сюжет. Мы видим, что Рамси неторопливо начинает выпускать стрелы в сторону Рикона, и мы думаем, что он пытается убить парня и просто промахивается, но на самом деле нет. Рамси сказал, что это игра. Ну а дальше случилось то, о чем Санса предупредила Джона заранее, однако брат посчитал, что знает все намного лучше. Ты хочешь заманить его в ловушку, не выйдет. Ловушки расставляет он. Он самоуверен. Он играет с людьми. У Рамси нет прав на Винтерфелл, пока Рикон жив. А значит, ему не выжить. Не делай то, чего от тебя хочет он. Да, хороший совет. Думаешь, он лишний? На самом деле, это был хороший совет, которому Джон не внял, а вместо этого потерял ход на крови и совершенно безответственно поскакал навстречу брату прямо в ловушку Рамси. И как только он вот-вот схватит Рикона, законорожденного сына Неда Старка, стрела Рамси поражает парня в сердце и он падает замертво прямо перед своим братом. Ну а после Джон пополняет список своих глупых поступков еще одним. Все, что нужно было Рамси, это выманить Джона, а после убить его, чтобы сделать армию Джона более уязвимой, поскольку они останутся без командира. Его теперь, оказавшись на открытом пространстве, Джон вытаскивает свой меч, чтобы самостоятельно сразиться с кавалерией противника. И это буквально самоубийство, даже если в руках Джона было бы копье, пика или алибарда. В лучшем случае Джон сбил бы одного всадника, но против линий всадников ты просто ноль. Однако в данном случае Джону очень повезло, потому что силы Старков успевают спасти его, после чего мы наблюдаем просто сумасшедшую битву с лошадьми, солдатами, мечами, кровью и грязью. И вот здесь давайте остановимся, чтобы обсудить некоторые интересные моменты. Я даже не стану тратить время на то, чтобы обсудить, почему Рикон не бежал зигзагом, когда понял, что в него летят стрелы. Поэтому скажу о чем-то другом. Во-первых, давайте отметим, что в армии Джона есть огромный великан. И вопрос, как они используют этого великана? По сути, ответ прост. Никак. По какой-то необъяснимой причине великану почему-то не дали оружия. Как мне кажется, так от него пользы было бы намного больше. Но нет, вместо этого великан машет голыми руками. Дали бы хотя бы ему дубинку какую-нибудь. Или поручили бы ему кидать большие камни. Будет он в роли эдакой катапульты. Да и помимо этого, почему-то великану не дали броню. Я понимаю, что доспехи его размера не найдешь, но можно было бы что-то придумать. Там какие-то доски на него нацепить, например. Это важно, потому что великан чуть ли не основная сила. И ее нужно оберегать, чтобы она могла положить как можно больше врагов. И как раз продолжая говорить о броне, то по сути никто из солдат Джона не имеет шлема. Они могут позволить себе доспехи, но почему-то не могут позволить себе шлем и щит. В таком случае я бы на месте Рамси просто расстреливал бы армию Джона из луков и на этом все. Есть еще один момент, который касается Джона. Он командир своего войска, но мы не видим, что он отдает хоть какие-то приказы. Никакого влияния на направление своих солдат он по сути не оказывает. Джон просто вместе с ними сражается. Однако в большинстве случаев командиры не будут ввязываться в битвы, ведь во многом от них и их команд зависит каким будет исход битвы. Да, по сути Джон мог бы поручить командование кому-то другому, но этого мы не видим. А что касается Рамси, то его тактика конечно же безжалостна и гениальна. Он берет пример с Эдуарда Первого из Храброго Сердца и заставляет своих лучников стрелять и по врагам и по своим, чтобы создать огромную кучу из людских трупов и тем самым заблокировать отступление армии Джона. Однако, если смотреть на это решение Рамси с точки зрения истории, то оно невероятно глупое. Сами подумайте, на стороне Рамси несколько северных лордов, например, Карстарки и Амберы. Эти лорды пообещали служить Рамси и представить их реакцию на решение Рамси отправить солдат в гущу событий, а затем обрушить на них дождь стрел. Таким образом получается, что Рамси словно сказал бы лордам-союзникам «Мне плевать на ваш вклад в мои усилия». На самом деле, это нарушает феодальный кодекс, поэтому вполне реально, что Карстарки или те же Амберы задались бы вопросом «А зачем мне вообще посылать своих людей в гущу событий, если там они погибнут не только от рук врагов, но и своих же союзников?» Поэтому, по сути, это могло бы привести к мятежу в рядах его союзников. Но в сериале все происходит по задуманному сценарию Рамси, поэтому битва продолжается до тех пор, пока груда тел не становится такой высокой, что похожа на холм посреди поля, после чего Рамси продолжает реализовывать свои ловушки. Он направляет свою армию на оставшихся людей Джона, прижимая их груди тел так, что им некуда убегать, и просто колют и рубят бедняк длинными копьями одного за другим. И много указывает на то, что эта тактика основана на битве при Каннах, которая произошла в 216 году до новой эры. Ганнибал тогда вторгся в Италию, а римляне смогли собрать против него более 80 тысяч человек, и это очень много. Однако, у Ганнибала не было такого количества людей, как у римлян, поэтому он решил поступить очень хитро. Он выстроил свои линии в форме английской буквы У. Это как раз то, что мы видим в битве бастардов. Однако, это была ловушка, и получается, что римляне все больше теснили врага, буквально продавливая центр их боевого порядка. В то время, как их строить чем дальше, тем сильнее сужался. Легионеры скапливались к середине, так что фланги вражеской пехоты оставались незадействованными, и римляне, сами того не замечая, оказались в полукольце. И тогда, оказавшись по обе стороны вражеского построения, ливийцы развернулись к центру и ударили по флангам римлян. И проблема такой ситуации, когда ты попадаешь в такое кольцо, состоит в том, что сражаться могут только те, кто находятся снаружи, а все остальные, оказавшиеся посередине, просто ждут своей очереди умереть. И вероятно, римляне в Каннах, оказавшись в такой ловушке, чувствовали себя точно так же, как Джон, зажатый в куче людей. В Каннах это был решающий момент сражения, поскольку в тыл римлянам ударила конец врага, точно так же, как это сделали рыцари долины под руководством Мизинца, когда надежда на спасение уже совсем испарилась. Но вопрос, как армия Мизинца здесь оказалась? А все дело в письме Санце, которое мы не знали, кому было отправлено в седьмом эпизоде. Однако теперь все становится понятно. Письмо было отправлено Мизинцу. И здесь хотелось бы обратить внимание на два момента. Во-первых, почему Санца заранее не сказала Джону, что Мизинец поможет им? Подумайте сами, если бы Джон знал о такой подмоге, он, вероятно, изменил бы свою стратегию и спас бы бесчетное количество людей. Но тем не менее, Санца держала рот на замке. Почему? Вариантов ответа много. Например, Санца не была уверена, что Мизинец держит слово и поможет ей. Или же, если бы Санца сказала Джону подождать, пока прибудут рыцари долины, то Рамси увидел бы, что его армия теперь в меньшинстве, поэтому разумнее будет остаться сидеть в Интерфелле в безопасности. И по сути, осада закончилась бы, не успев начаться. Это, конечно, хладнокровная стратегия со стороны Санца, учитывая, сколько воинов погибло до прибытия рыцарей долины. Но, судя по всему, Санца хотел победить Рамси любой ценой. В общем, напишите свои варианты, почему Санца не рассказала Джону о рыцарях долины. И второй интересный момент касается того, как Рамси умудрился прозевать конницу мизинца. По сути, у любого полководца есть разведчики. И разведчики чрезвычайно важны, что мы видим на примере Рамси. Дело в том, что в реальности Рамси услышал бы заранее новость о том, что в этом районе есть еще одна армия. Ну, а на поле боя у него были бы расставлены разведчики, которые бы доложили ему о том, что на него надвигается. Поэтому, по сути, Рамси должен был получить новости о приближении армии мизинца до ее прибытия на поле боя. Однако, этого не произошло. Вероятно, Рамси был настолько дерзок и настолько уверен в себе, что забыл расставить разведчиков. Так вот, после прихода подкрепления Рамси решает укрыться в Винтерфелле, думая, что там он будет в безопасности. Однако, Джон и компания бросаются в погоню за ним. Великан просто выламывает ворота Винтерфелла, что помогает нам понять, почему Джону нужно было оберегать Великана, как зеницу ока. Однако, Рамси убивает последнего живого гиганта выстрелом в глаз. Затем, Рамси принимается пускать стрелы в Джона, который для защиты выбрасывает свой меч и хватает щит. И на этом моменте хочется остановиться и подумать вот над чем. Правильным ли было то, что Джон выбросил меч и схватил щит? На самом деле, здесь ответ прост. Конечно же, правильно. Однако, возникает другой вопрос. Правильным ли было решение, что он схватил этот щит двумя руками, перед этим выбросив свой меч? Ведь, по сути, Джон мог в одной руке держать меч, а другой прикрываться щитом. По сути, щиты предназначены для использования одной рукой. Поэтому, единственное возможное оправдание для Джона, которое я могу привести, заключается в том, что стрела на самом деле пробивает щиты насквозь. Так что, я полагаю, есть некоторый риск, что при использовании щита одной рукой стрела может пробить щит и ранить вас. А как раз удерживать щит двумя руками дальше от тела не будет важно, как высоко или низко стрела вошла в щит. Она все равно будет достаточно далеко от вашего тела. Однако, в целом, я бы сказал, что Джон должен был держать в другой руке меч. Но мы понимаем, что в таком случае Джон бы подошел и просто зарезал Рамси. А режиссер хотел убивать Рамси более изощренно и, возможно, более медленнее. Поэтому Джон избивает Рамси до полусмерти, но останавливается, когда понимает, что судьба Рамси принадлежит не ему, а его сестре. После Санса приходит на псарню взглянуть на своего мужа, все еще истекающего кровью. Но даже в нынешнем состоянии у Рамси есть еще несколько слов для своей жены. Наша совместная жизнь скоро закончится. Ты не можешь убить меня. Теперь я часть тебя. И теперь, сидя привязанный к стулу, Рамси даже не подозревал, что его судьба связана с теми самыми псами, которых он научил убивать. Они не ели 7 дней, ты сам сказал. Они преданные. Были. Но сейчас они голодные. Говорит Санса, после чего псы начинают на части рвать хозяина, который мог бы стать лучшим целителем серой хвори в Эстероси, учитывая его навыки свежевания. После Санса уходит с ухмылкой на лице, поскольку дом Болтонов прекратил свое существование. В конце концов, к счастью, хорошие парни победили. Хотя, возможно, победили и плохие парни, если учитывать Мизинца, который буквально спас Джона и Сансу, естественно, он возжелает награду, которая может быть женитьба на Сансе. И если это так, то в таком случае Мизинец будет контролировать долину и весь север, что весьма недурно, учитывая, с чего Мизинец начинал свой подъем к власти. Но об этом мы поговорим в следующем эпизоде. Теперь мы переходим к самому кровавому финалу сериала за всю его историю. Что ж, давайте начнем с Королевской гавани, где Серсея надела черное кожаное платье, которое не похоже ни на что, что мы видели на ней раньше. В каком-то смысле можно сказать, что Серсея готовится к войне, и это ее боевое платье. Только вместо того, чтобы быть на передовой, как Джон Сноу, она генерал, который привел свои планы в действие, и который теперь собирается сидеть у окна, попивать винцо, смотреть и ждать, когда наконец-то она станет похожа на злую королеву в стиле Диснея. Тем временем, в Королевских покоях Томмен готовится предстать перед судом и решить судьбу своей матери. Однако, Гора не разрешает ему выходить из замка, что в его и в нашей голове вызывает вопрос, почему? Было много версий, какова конечная цель Горы в этом сезоне. Кто-то предполагал, что он будет сражаться за Серсею в испытании поединком, но потом эти бои отменили. А может он наконец-то сразится со своим братом-псом. Однако, никто не догадывался, что Гора проведет финал шестого сезона, нянча с Томменом в его покоях. Тем временем, Пиццель тоже направляется в суд, но один из жутких детей Квиберна останавливает его и шепчет что-то на ухо, после чего старик отправляется в логово Квиберна. Пиццель очень долго жил при дворе Красного замка. Он один из немногих, кто служил еще при Безумном Короле отце Дейенерис. И да, Пиццель ловко играл роль слабого Подхалима, который всегда готов сменить сторону, когда корона будет возложена на новую голову. Однако, на этот раз Пиццель сделал неудачный выбор, выбрав Томмена вместо Серсе, и теперь он платит за это, когда банда детей по приказу Квиберна достают ножи и закалывают старика, тогда как в книгах это сделал Варис, чтобы дестабилизировать Вестерос и облегчить вторжение Таргариенов. Затем мы переносимся в септу Бейлора, где должен состояться суд. Здесь мы видим почти всех центральных персонажей Королевской Гавани. Воробьи, Тирелы, Лансель и его отец Киван Ланнистер, Лорды и Дамы Королевской Гавани. И мы видим беднягу Лореса, который всем своим видом показывает, что готов на что угодно, лишь бы остановить мучения. Поэтому Лорес говорит, что в суде нет необходимости, поскольку он готов признаться во всем. Он готов пожертвовать своим титулом и будущим, чтобы вместо этого посвятить свою жизнь служению Семерым. А после Воробьи вырезают у Лореса на лбу Семиконечную Звезду, в то время как Маргари очень недовольна, потому что в сделке, которую она заключила с его воробейшеством, ничего не говорилось о пожизненных шрамах на теле ее брата. Однако при этом ее ярость продлится очень недолго, поскольку события начинают накаляться осознанием того, что почему-то в суде нет ни короля Томена, ни Серсея, над которой должен вершиться суд. Говорит, почувствовавшая опасность Маргари его воробейшеству, который отправляет за Серсея Ланцеля и несколько воробьев. Однако уже на выходе Ланцель натыкается на маленького шпиона Квиберна и зачем-то преследует его до местных катакомб, где его ранят, лишая возможности ходить. И в этот самый момент Ланцель понимает, что попал в огромный запас дикого огня, печально известного взрывоопасного вещества, похожего на Напалм, которое Тирион использовал, чтобы потопить большую часть флота Станеса в битве при Черноводной. И теперь мы видим тот самый запас дикого огня, который был собран по приказу безумного короля, желающего сжечь королевскую гавань, вместо того, чтобы отдать железный трон узурпатру Роберту Баратеону. Однако, благодаря Джейме, который убил безумного короля королевская гавань осталась цела, но кто же знал, что опасаться нужно именно Серсею, которая намерена используя дикий огонь так же, как его хотел использовать безумный король. Понимая, что сейчас случится, Ланцель ползет к догорающей свечке и пытается остановить то, что должно произойти, но когда мы видим в отражении его глаз зеленую вспышку, становится понятно, что пришел конец. В это самое время Маргари, понимая, что Серсея что-то задумала, пытается эвакуироваться из септы, но ее блокируют воробьи. Маргари точно не знает, что произойдет, но при этом она сделала правильные выводы, которыми поделилась в ее отсутствие, а все же она не пришла. А значит, она не опасается последствий. Однако, воробей слишком горд, чтобы признать свою неправоту, и это иронично, учитывая, что репутация, которую он так старается создать, это репутация скромного человека. Маргари не хочет проводить свои последние минуты с воробьем, поэтому она идет к своему брату, и в момент ужасного взрыва Маргари держится за Лореса, принимая свою гибель, как, собственно, и все присутствующие. Так что его воробейшество дочерикался, поскольку недооценил ее серсейшество, которая с легкой ухмылкой глядит в свое окно, будто смотрит финал шестого сезона вместе с нами, и то, что она видит, ей очень-очень нравится. Что ж, стоит сказать, что Серсея в разных контекстах предупреждала, что способна на поджоге, но, видимо, никто не воспринимал ее всерьез. Я спалю наш дом до тла, но не допущу этого! И в любом другом несчастье, постигшем их мерзкий край, и я сожгу их города дотла, если они ее тронут! Я готова сжечь города дотла. Для меня важен лишь ты. Ну, то есть, мы видим, что сценаристы намеренно и постепенно заставляли зрителей ассоциировать Серсею с огнем, а теперь мы получили доказательства слов Серсеи. Однако, если раньше, когда Серсея делала ужасные вещи, она говорила себе, что делала это для того, чтобы защитить детей, то теперь, по ее же словам, она это делает ради удовольствия. Я убила его воробейшество, весь этот воинственный сброд, было приятно смотреть, как они горят. И ради удовольствия Серсея сейчас мстит Септию Нелли, которая в прошлом сезоне заставляла Серсею сосать воду с теремного пола и колоколила во время ее позорного шествия. И теперь, после злодейского монолога, в котором Серсея наконец-то признается во всем, признается в убийстве Роберта Баратеона и сексе с Джайми Ланнистером, Серсея знакомит Септу со своим хорошим другом Горой, который собирается сделать Юнеллу своей игрушкой, а учитывая его внешний вид, с его игрушками могут происходить все возможные ужасные вещи. Из книг мы знаем, что Гора убил маленьких детей жены Рейгара Таргариена, Эли и Мартел, на ее глазах, а затем изнасиловал ее рядом с их трупами, прежде чем убить и ее. Поэтому можно представить, на какие ужасные вещи способен Гора зомби теперь. Хорошо, что режиссеры не стали показывать нам это, а оставили все на наше воображение. Затем мы видим Томмена, наблюдающего, как горит его город. По сути, он претерпел неудачу, как король, позволил своему народу умереть и позволил матери разорвать свою жену на части взрывом. Но мы знаем, что все это время Томмен был марионеткой в руках других, его воробейшества, Серсеи и Маргари. Он ничего не делал по собственной воле, поэтому его самоубийство по-настоящему трагично. И не только потому, что он был в основном хорошим ребенком, а и потому, что умереть это единственный выбор, который он смог самостоятельно сделать. Но зато не умер девственником, как Джоффри. Что ж, пророчество Мэгги касательно смерти детей Серсеи исполнилось, и теперь ее радость по поводу своего триумфа исчезает после обнаружения тела сына. Однако вместе с тем Серсея довольно спокойна, скорее всего, потому что она прекрасно понимала, что это произойдет, так же, как произошло с ее двумя другими детьми. Затем сериал переносит нас к Олдеру Фрейю, который празднует очередную победу, поскольку его семья вернула Риверан и убила черную рыбу. Эдмур Талли снова в тюрьме, несмотря на обещания Джейми Ланнистера отправить его в Утес Кастерли, где он сможет жить со своей женой и ребенком. Затем Олдер говорит, что они, Джейми, не такие уж и разные. Они оба царь-убийцы, так как Олдер убил Роба Старка, а Джейми Безумного Короля. Как и Олдера, так и Джейми ненавидят за эти бесчестные убийства, хотя Олдер не знает, почему на самом деле Джейми убил Безумного Короля. Однако при этом Джейми не желает быть похожим на Олдера Фрея, ведь он все больше пытается быть благородным человеком. После окончания пирушки Олдер остается один на один седой, а возле него оказывается девушка, у которой он интересуется, где его сыновья. На это девушка говорит, что они прямо здесь и указывает ему пальчиком на пирог, откуда торчит пальчик его сына. Если честно, я даже и не думал, что у Арии есть навыки выпечки, если только им не учат в черно-белом доме. И вместе с тем непонятно, как Ария могла это провернуть, если бы только не убила весь обслуживающий персонал замка, а затем несколько часов в одиночку готовила выпечку. Однако мы слишком увлечены тем, что происходит, поэтому не хотим думать о том, как Ария нарезала сыновей Олдера Фрея, а затем добавила их в пирог. Последним, что ты увидишь в жизни, будет улыбка на лице Старка, и ты сдохнешь. В общем, зрители ликуют, поскольку Север все помнит. Олдер Фрей в свое время проявил гостеприимство к Робу Старку и его семье, а потом жестоко убил их на красной свадьбе. И теперь Ария наказала Фреев. Но на самом деле она еще не закончила с ними, однако об этом пойдет речь в седьмом сезоне. Между тем, Джейми с Броном возвращаются в Королдер в Королдер Фрей и первое, что они замечают, это тлеющие развалины на том месте, где когда-то стояла в Великой Септа Бейлора. Джейми добирается до Красного Замка как раз в тот момент, когда идет коронация. Король Томмин Мертв и на его место должен прийти новый правитель. И этим правителем стала Серсея, а подлиннее стоит Квиберн, который стал ее десницей. Я провозглашаю Серсею из дома Ланнистеров защитницей Семи Королевств. Только один раз в истории Семи Королевств женщина претендовала на Железный Трон и даже тогда у нее было мало шансов править. Речь идет о Рейнире Таргариан, которая была дотерью Визериса Таргариана, который провозгласил ее своей наследницей после своей смерти. Однако, когда Визерис скончался на трон вместо Рейниры стал претендовать ее сводный брат Эйгон II Таргариан. Затем брат и сестра вступили в жестокую войну, известную как Танец Драконов, о которой пойдет речь во втором сезоне сериала Дом Дракона. К слову, пересказ первого сезона этого сериала находится на моем канале. Он состоит из двух очень детальных частей. В общем, таким образом, претензии Серсеи на Железный Трон не беспрецедентны, хотя технически она будет первой королевой, которая фактически будет править семью королевствами. Но, возможно, у вас возник вопрос, а почему не Джейми или Тирион стал королем? Ну, как бы с Тирионом все понятно. Он сейчас скрывается от правосудия за убийство Джоффри и Тавина, поэтому трон ему явно не светит. А вот Джейми вполне мог бы сесть на Железный Трон, поскольку Томмен освободил его от обетов королевской гвардии. А значит, Джейми должен стать следующим королем. Но, как мы видим, Серсея действует по каким-то своим правилам. И, в принципе, это не является чем-то новым для сериала, поскольку ранее Эларио убила принца Дорна и сама стала отвечать за всю страну. Поэтому теперь Джейми смотрит на свою сестру с равной долей шока и, возможно, страха, поскольку он понимает, что женщина, которую он любит, превратилась буквально в сумасшедшего человека. После мы отправляемся в Дорн, где мы еще не были с премьеры сезона. Леди Алена решила, что враг ее врага и ее друг и отправилась к Элари Сент, чтобы заключить союз с Дорном. После того, как Маргарит попросила бабушку покинуть королевскую гавню ради ее же безопасности, Алена прежде решила пообщаться с Серсеей, в ходе чего она спросила ее. Вас окружают враги и их тысячи. Хотите поубивать их сами? Что ж, Алена явно недооценила Серсею, поэтому после смерти внуков Алена желает мести, после чего появляется Варис, который пару эпизодов назад попрощался с Тирионом и отправился по секретному заданию. Я предлагаю вам не выживание, а то, чего желает ваше сердце. Огня и крови. Ну а теперь в общем получается, что Дайнерис объединилась с Дорном и Тиролами против королевской гавани, а значит и против Серсеи. Также мы видим, что Сэм и Лили наконец-то достигают староместа, где Пузатик может начать свое обучение на Мейстера. Чтение это одно из немногих увлечений Сэма, а теперь в его распоряжении самая большая библиотека в Эстероси, а может быть и во всем даже мире. Вполне возможно, что здесь Сэм найдет какую-то важную информацию о белых ходоках и как их победить. И правда непонятно, чем в это время будут заниматься Лили с ребенком, поскольку Цитадель не принимает женщин и детей. Помимо этого мы мельком заглядываем в сюжетную линию Брана, который прощается с дядей, поскольку он не может пройти за стену. И здесь нам напоминает, что стена была построена, чтобы не пускать белых ходоков. И на ней есть заклинание, которое не дает пройти любому, кто находится в списке мертвых. А это натагивает нас на вопрос, как же белые ходоки собираются напасть на Вестерос, если они не смогут пройти через стену. Опять же, ответ мы получим в седьмом сезоне. Попрощавшись с дядей, Бран отправляется к Чар-древу. Оказывается, паренек может подключиться к любому дереву, а не только к дереву в пещере Трехглазого Ворона. Можно сказать, что деревья это словно интернет-кафе для Брана. Итак, Бран решает досмотреть, что же там произошло в Башне Радости примерно 20 лет назад. А в Башне Радости лежит умирающая после родов Лиана Старк, сестра Неда, которая что-то шепчет ему на ухо, но все, что мы слышим, это... Если Роберт узнает, он... Я же знаешь. Ты должен защитить его. Обещай мне, Нед. Роберт, о котором говорит Лиана, это Роберт Баратеон, которому обещали жениться на Лиане Старк до того, как ее, возможно, похитил Рейгар Таргарен, старший брат Дайнерис. И с тех пор ходят слухи, что Рейгар и Лиана на самом деле были влюблены и что она сбежала с ним. Но как бы то ни было, это вынудило Роберта Баратеона отреагировать, что означало войну против Таргариенов. В конце концов, Роберт убил Рейгара в битве на Трезубце, а после отобрал Железный Трон у Безумного Короля и положил конец более чем двухсотлетней династии Таргариенов, вынудив Дайнерис и ее брата Визерис опуститься в бега. Нед же, который женился на Кэтрин, прежде чем отправиться сражаться за Роберта, нашел Лиану при смерти в Башне Радости, но прежде она передала брату ребенка. И этим ребенком оказался Джон Сноу. Поэтому, вернувшись домой, Нед сказал жене, что во время войны у него был роман с какой-то женщиной. По сути, мы знаем, что Нед вырастил ребенка в Винтерфелле, дав ему фамилию Сноу, чтобы указать на его внебрачное происхождение. И в финале первого сезона Бран и Оша находятся в склепе и смотрят на могилу Лианы, в ходе чего Бран рассказывает короткую версию истории. То есть, насколько Брану известно, Рейгер похитил Лиану против ее воли и в результате Лиана каким-то образом умерла. Но так ли это было на самом деле? На протяжении нескольких сезонов нам постоянно твердили, что Нед Старк чуть ли не самый благородный человек в Вестеросе. Поэтому возникает вопрос, зачем же такому благородному человеку нарушать брачную клятву и изменять своей жене Кейтлин? Вы возненавидели мальчика, не так ли? Ведь он живое напоминание о том, что благородный лорд Эндард Старк хнул другую женщину. Да, мы видим, что Джемми пытается давить на Кейтлин этими словами, но вместе с тем кажется, он предполагает, что измена и последующее рождение ребенка не от жены как-то не характерна для благородного Неда Старка. А также есть еще один конкретный раз, когда эта неверность Неда Старка подвергается сомнению и этот момент наступает в пятом сезоне, когда Станис Баратеон и его жена Селиса обсуждают Джона Сноу и его отцовство. Он лорд команды Хиночного Дозора. И бастард от трактирной по сути, это впервые в сериале, когда персонаж усомнился в том, что Джон может быть сыном Неда Старка. По сути, Нед скрывал подробности своего романа даже от своего друга Роберта. Во втором эпизоде первого сезона Роберт и Нед вспоминают старые добрые времена своей юности, обсуждая свои сексуальные завоевания. Роберт пытается угадать, имея ввиду Джона и мы видим, что лицо Неда выглядит мрачным. И больше никаких подробностей Нед не сообщает. То есть, мы понимаем, Нед и Роберт это парни, которые выросли вместе. Их обоих воспитывал Джон Аарон, так что они практически братья, но при этом Нед отказывается довериться Роберту. Почему? Потому что безопасность семьи для него важнее всего. Объясню. В девятом эпизоде первого сезона Нед Старк признается в измене против Джоффри, который он никак не причастен. Однако, Варрис убедил Неда солгать и назвать Джоффри внебрачного сына Серсеи Джейми истинным королем. Почему? Потому что от этого зависела безопасность его дочери Сансы. Нед прекрасно понимал, что ей будет причинен вред, если он продолжит попытки посадить на трон законного наследника, то есть на тот момент Станиса Баратеона. Получается, Нед ценит жизнь своих детей выше собственной чести, поэтому имеет смысл, что он позволил бы всему Вестеросу поверить в то, что он когда-то изменил жене, если бы это означало защиту его семьи. И теперь, возвращаясь к финальному эпизоду шестого сезона, многое указывает на то, что Джон Сноу на самом деле сын Рейгара Таргариена и Лианы Старк. Одним из косвенных доказательств этому является сцена из третьего эпизода шестого сезона, в котором мы становимся очевидцами разговора молодого Неда и Эртура Дейна. Согласитесь, должна быть очень веская причина, чтобы оставить королевских гвардейцев в башне радости. Судя по всему, там находится нечто важное для Рейгара, то, что нужно тщательно охранять. Подумайте сами, Эртур Дейн был величайшим мечником Вестероса, поэтому его присутствие на поле боя вместе с Рейгаром могло бы помочь Таргариенам выиграть даже войну. Однако, вместо этого Рейгар оставил его охранять башню радости и ее важное содержимое, в данном случае Лиану и своего сына. И если Джон сын Рейгара, то на тот момент он определенно был в опасности, потому что если Роберт узнает о нем, он убьет ребенка. По сути, у Роберта не было бы причин убивать ребенка Лианы, если бы это не был сын Рейгара. Подумайте, как бы отреагировал Роберт, если бы узнал, что у Лианы, женщины, которую он безумно любил, есть ребенок от Рейгара? Вероятно, не слишком любезно, поскольку этот ребенок наполовину Старк, наполовину Таргариен, и это тот ребенок, который будет претендовать на железный трон, на котором только что уселся Роберт Баратеон. А Роберт в первом сезоне ясно дал понять, что он очень не любит оставшихся в живых Таргариенов. И в пятом эпизоде первого сезона Роберт и Нед даже поссорились из-за решения короля убить Дайнерис. Надеюсь, теперь понятно, почему Неду нужно было скрывать Джона. Однако в будущем нам еще предстоит узнать некоторые подробности касательно связи Рейгара и Лианы. На данный момент сериала большинство жителей Вестероса придерживаются версии, что Рейгар похитил Лиану против ее воли. Однако что-то подсказывает, что это не так, учитывая слова Баристана, сказанные Дайнерис в третьем сезоне. Когда ваш брат Рейгар повел свое войско к Трезубцу, люди погибали за него, потому что верили ему, любили его. А например, в пятом сезоне Баристан рассказывает Дайнерис еще более трогательные истории о том, каким замечательным человеком был Рейгар. Он любил брони среди людей и петь для них. Рейгар не любил убивать, а Петя он обожал. Что ж, судя по этим словам, Рейгар не похож на чудовищного человека, который похитит женщины безо всякой причины. В первом эпизоде четвертого сезона Оберин Мартел также придает персонажу Рейгара больше глубины, когда рассказывает Тириону историю о посещении Королевской Гавани. Мы помним, что Оберин был братом жены Рейгара Элли, и по его словам, у Рейгара просто был роман с Лианой. Моя сестра любила его, родила ему детей, пеленала их, баюкала, кормила собственной грудью, Элли не подпускала к ним кормилицу, а прекрасный, благородный Рейгар Таргариен бросил ее ради другой женщины. Мы видим, что слова, выбранные Оберином, звучат так, будто у Рейгара Эллианы были настоящие отношения. Может быть, он больше остальных знал о событиях почти 20-летней давности. Помимо этого, Мизинец еще один персонаж, который может знать больше, чем рассказывает. В пятом сезоне он и Санса обсуждает Рейгара Эллиану находясь в склепе Винтерфелла, и когда Санса говорит, что Рейгар похитил Эллиану и изнасиловал ее, Мизинец просто ухмыляется, как будто слова Сансы забавные. Поэтому, хотя многие считают, что Рейгар похитил Эллиану, есть люди, которые считают, что произошло что-то другое. И основываясь на словах Бористана, для Рейгара было не характерно разжечь войну насильственным похищением девушки. Но об этом пойдет речь в следующем сезоне. Теперь от этого невероятного открытия мы переносимся в Винтерфелл, где Джону нужно немедленно принять решение, которое станет проверкой его суждений. Давос предоставляет доказательства того, что Мелисандра сожгла маленькую Шерен заживо, и все ради принесения в жертв своему владыке света. Вы лгает! Я не лгала! Я ошибалась! Говорит Мелисандра, но для Шерена это было бы слабым оправданием и утешением. Поэтому Давос желает казнить жрицу. Прошу позволения казнить эту женщину за убийство. Она осозналась в преступлении. В последний раз, когда Мелисандра намеревалась сжечь кого-нибудь заживо, например Джендри, Давос помешал ее планам и спас мальчика. Однако Шерен значила для Давоса намного больше, чем Джендри, который был для него незнакомцем. Поэтому сейчас Джон сталкивается с трудным решением сохранить жизнь Мелисандри и иметь в своем распоряжении детоубийцу, но при этом потерять мудрого союзника Давоса. Или же убить Мелисандру, женщину, которая вернула его к жизни и которая может помочь в борьбе против Короля Ночи. Как бы вы поступили на месте Джона? Как бы то ни было, решение Джона вот такое. После мы видим, как Белый Ворон прилетает из цитадели, что сигнализирует о том, что мейстеры-метеорологи в метеорологическом центре Староместа официально объявили, что зима уже не близко, она уже настала. Затем Санс извиняется перед Джоном за то, что не рассказала ему заранее о рыцарях долины, но ее брат не злопамятный человек и кроме того, у них сейчас есть проблемы посерьезнее. Мы должны доверять друг другу. Нам нельзя воевать между собой. У нас так хватает врагов. И говоря о врагах, встающих между ними, вот мизиниц, который видит себя на железном троне, а рядом с собой Сансу. Принимая решение, я всегда закрывал глаза и представлял себе одну картину. Я представлял себя. А на железном троне и тебя рядом с собой. С тех пор, как мы впервые встретились с мизинцем в первом сезоне, его целью всегда была власть и Санса, в основном потому, что она напоминает ему Кейтлин Старк, которую мизинец очень любил. Однако Санса отвергает его, поскольку знает, что мизинец заботится только о себе. Но вместе с тем интересно, что Санса просто отпускает мизинца. Она могла бы рассказать рыцарям долины, что мизинец убил госпожу Лизу Арен. Также она могла бы рассказать лордам севера, что мизинец предал их лорда Неда Старка. Хотя неизвестно, наверняка знает ли об этом Санса. Но в любом случае, Санса могла бы посадить мизинца в тюрьму или казнить за его преступление, что несомненно, сделала бы безопаснее жизнь окружающих ее людей. Однако, вместо этого, Санса просто отпускает его. Вопрос, почему? И как обычно, ответ мы получим в седьмом сезоне. Затем сюжетная линия Винтерфелла в этом сезоне заканчивается тем, что Лиана Мармонта объединяет всех присутствующих союзников, чтобы прогласить Джона королем севера, так как в нем течет кровь Неда Старка. Когда мы впервые встретились с Джоном, он был чужаком, который никогда не чувствовал себя любимым. Он всегда хотел стать настоящим наследником Неда Старка, и теперь это случилось. Однако, есть небольшая загвоздка, Винтерфелла. Он может претендовать на трон всех семи королевств. Правда, там есть некоторые формальности, о которых пойдет речь в седьмом сезоне. И, наконец, эпизод заканчивается в Мейрине, где Дайенерис упаковывает чемоданы, поскольку ей предстоит путешествие в Эстерос. Но прежде чем она сможет начать свое путешествие, Дайенерис сначала должна сказать Дарио, что они расстаются. Вместо этого Дарио должен остаться в Мейрине и поддерживать здесь мир, что кажется плохой идеей, поскольку Дарио это наемник, совсем не умеющий управлять городами. Да и какое ему дело вообще Даймиирина? Дэнни объясняет Дарио, что чтобы взять на себя роль королевы, она должна быть готова пойти на жертвы. И одна из них заключается в том, что, вероятно, ей придется выйти замуж, чтобы объединить семь королевств. Я уверен, что ты получишь тот трон, которого так желаешь. Надеюсь, ты будешь счастлива. Вернувшись в тронный зал внутри пирамиды, Дайенерис признает, что оставить Дарио было идеей Тириона, но это был правильный выбор. Тирион действительно был мудрым советником с того дня, как появился в Мирине и даже тогда, когда Дайенерис улетела на своем драконе. Все это время он был верен своей королеве, что побуждает ее наградить карлика великой честью. Я... приготовила для вас кое-что. Тирион Ланнистер. Я назначаю вас десницей королевы. После мы прощаемся с Эссосом, поскольку вся дружная компания отправляется в Эстерос на сотнях кораблей. Королева Дайенерис возвращается домой и она приведется бы самую большую армию, которую когда-либо знал мир, чтобы забрать то, что принадлежит ей огнем и кровью. Ну а на этом мой обзор окончен. Если вы желаете поддержать мою работу материально и поспособствовать скорейшему выходу детального пересказа на седьмой сезон, тогда вы можете сделать это пожертвов копеечку на мой бусте кошелек. Ссылку на него вы найдете в описании под этим видео и в прикрепленном комментарии. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете мой канал с вами комментами и лайками. Это помогает продвигать мои видео в массы. Надеюсь, скоро смогу читать ваши комментарии под новым пересказом. Всем хорошего дня и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова